Командир вот и говорит, сержант Третьякова, не подкачайте. Я села в машину, только надавила на педаль, и машина, самолет его, фург и завелся. Вторую мировую войну тогда еще молодая девушка Мария Третьякова работала стартером, заводила самолеты. Драматичных эпизодов за время войны было много. За один из них, Муданзяне, ее наградили сталинской грамотой. Всем помогала, и нас, племянников, и наших детей, и правнуков, всем старалась помогать и в воспитании, ну и как там, сидела, если надо было, когда всегда она была с нами, всегда в центре внимания. Она в нашей семейной династии самый старший человек. Наградами Мария Ивановна не хвастается. Говорит, все было как у всех. Началась война, пошла служить, вернулась, пошла работать. 26 лет трудилась телефонистка Владивостокской нефтебазы, потом работала в ремонтно-строительном управлении. В день рождения коллеги ее не забыли и пришли поздравить. С ними и представители Совета ветеранов и клуба пожилых людей, ну и, конечно, многочисленные родственники. Одинокая ветра сирени у тебя на столе стояла. Этот день твоего рождения мы с тобою вдвоем встречались. Любви и тепла ваших близких, чтобы они всегда были рядом, заботились, помогали. Сейчас Мария Ивановна живет отдельно, так ей удобнее. Однако родственники не оставляют ее, постоянно навещают и помогают, как когда-то в свое время помогала им она. Хорошее настроение, доверие к людям, доверие к людям, не нервничать, не злиться. Вот долголетие. Мой рецепт долголетия. Только делать добро. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.